Ну, очень такой семейного формата, приятный ипподромчик. Вот, пожалуйста. Лошадки, скорее всего, уже в конюшнях вот там. Наверное, они, скорее всего, уже спать ложатся, потому что в первой половине дня здесь обычно, видите, все раскатано, наездено. Что, лошадок не получится посмотреть? Скорее всего, что их нельзя будет снимать. Но мы можем к конюшням подойти, если кто-то будет, мы можем попросить. К ним отличаются японские? Университеты? А, тем, что от российских. Тем, что в японском университете всегда очень много клубов по интересам. То есть в нашем университете, например, более ста клубов по интересам. То есть это не только спортивные клубы, типа футбольного, бейсбольного, какого-нибудь там, крикета, еще чего-нибудь. Вот этого клуба верховой езды. Много интеллектуальных клубов, интеллектуальные настольные игры. И вот один из клубов, это клуб дзен-буддизма. Мы сейчас туда идем. Если там кто-нибудь будет, может быть, нам откроют комнату, где они медитируют. Знаете, Танеда Сантука, он говорит, Масугу на митивас амиси. Прямая дорожка грустная. Поэтому мы не ищем прямых путей. Мы наслаждаемся японской культурой, японским летом. И всем, что к тому прилагается. Сезонная культура, это то, что одно из того, что я очень люблю в японской культуре. Сезонные приветствия, да, ты знаешь. Когда мы, например, пишем какое-нибудь красивое письмо своему учителю, наставнику, просто старшему родственнику. Мы начинаем его с сезонного приветствия. Вот начался сезон дождей. Как замечательно вы проводите время. Что-то в этом духе. Я приехала тоже в Японию 4 года назад, в июне-летом. Это был период дождей. Висело в воздухе, в аэропорту Нарита буквально. Мокрая дождливая дымка. Дымка-туман. Вот. Дымка-туман. Я почувствовала, что в воздухе почти 100% влажность. То есть это что-то типа прохладной сауны. Ты выходишь, и на тебя сразу прилипает где-то 100 грамм воды, как минимум. В отличие от России, от Франции, где ты выходишь, и там так приятненько, прохладненько ветерок сушит. Реквизит. А вот там комната с татами, и где они сидят, повернувшись. Кто сидит? Люди, занимающиеся дзеном. А, дзен-буддизм? Да, дзен-буддизмом. Называется дзен. Сидящий дзен, дословно. А бита зачем безбольного? Какая бита? Видимо, кто-то оставил. Забыл. Ты будешь с ними безданистом. Ты будешь дзен-буддистом. Ты понял, я не знаю. Посмотреть есть, что внутри? Тут интересно зайти. И вот сюда, и вот сюда. Тут антиквариат у них. Только закрыто, да? Только закрыто. Пойдем туда-сюда. Пойдем. Комарики, нас зажлись. Сезон, да? Было очень-очень душно. Было градусов, наверное, 25, не больше. Но при этом стопроцентная влажность. И совершенно по-другому ощущаешь себя, когда выходишь уже в аэропорту. Сразу как будто, понимаешь, вот я прилетел в Японию. В Корее такого нет. И это не то, что система кондиционирования, да, в Нарите хуже, чем в Инчоне. Упс. Дозеб. У меня когда в Гонконг прилетел, тоже был влажный. Тоже был влажный. Очень. Вот. В Корее, да, сравнительно сушит. Хотя это самое близкое к ним культурное государство. Вот. Но я это очень люблю, вот эту влажность. И я очень люблю период дождей. Потому что как будто бы тебя обнимает этот климат, эта страна. Не факт, что она тебя принимает, но обнимает это точно. Вот. Что касается осени. Да. И лето началось сейчас, на этой неделе. Вообще у них кором угаи, да, смена рукавов. Смена сезонной одежды. Это первое июня по календарю солнечному. На самом деле, жара, да, вот эта мусо, она начинается сейчас в июле, в середине июля. После окончания периода муссонов. И заканчивается где-то к концу сентября. И тогда начинается очень приятная осень японская. Особенно сезонной культуры то, что все четыре сезона отмечены массовыми праздниками, да, так сложилось. Летом это фейерверки. Осенью это красивое любование Момидзи. Зимой это... Что у нас зимой? Геодидатора. А, это, конечно, Новый год. Осюгатсу. И все соответствующие ему следующие за ним праздничные мероприятия. Ну и весна это, конечно, ханами. Любование Сакурой.